Как вы знаете, опухоль мочевого пузыря – это заболевание пожилого возраста. И пик заболеваемости по годам, да, в 2011 году у пациентов 70-74 лет выявлено 2883 заболевания. И в основном пациенты после 60 лет составляют отделение лучевой терапии. Как вы понимаете, эти пациенты, кроме опухоли мочевого пузыря, имеют целый букет различных соматических заболеваний, которые не всегда могут позволить выполнить радикальное лечение, радикальную цистоктомию. В результате которой, значит, продолжительность цистоктомии, вы все знаете, 5-6 часов, кровопотеря может достигать 4-3 литров, и до 80% пациентов нуждаются в переливании крови. А больные старшего возраста не всегда могут это перенести. Кроме того, если вы также, наверное, обратили внимание, появились пациенты более молодого возраста, у которых сохранена потенция, и которые хотят продолжать жизнь, половой жизнью. При выполнении радикальной простатоктомии высок процент импотенции. Цистоктомия и лучевая терапия имеют ранние осложнения. Ранние осложнения при лучевой терапии составляют практически 100%. Это дезурические явления со стороны мочевого пузыря, со стороны толстной кишки, диарея. Ранние осложнения после цистоктомии достигают 68%. Среди них есть смертность, чего нет от лучевой терапии. Тромбоэмболия 9%. Инфекционные осложнения, связанные с послеоперационной раной. Поздние осложнения. Опять же, по данным литературы, цистоктомия 19,58%. После лучевой терапии до 12%. Недержание мочи у 1,5% случаев. Осложнение со стороны мочевого пузыря и толстой кишки 3-4 стадии до 12%. Сморщивание мочевого пузыря до 7%. А у 75% мочевой пузырь функционирует нормально. И люди продолжают полноценно жить. Лучевая терапия в настоящее время в самостоятельном варианте все-таки проводится пожилым пациентам, которым химиотерапия противопоказана. С симптоматической целью для оккупирования гематурии, болевого синдрома. И как палеотивная лучевая терапия при метастатическом поражении костей скелета, отдаленных лимфатических узлов. В настоящее время органы, сохраняющие лечение, включают трехкомпонентность. Трансуритральная резекция экзофитной части опухоли и сочетание системной химиотерапии с лучевой терапией. В различных ее одновременно, до лучевой терапии, после лучевой терапии. Единственным таким моментом является то, что это длительное лечение. Пациенты госпитализируются, ну полгода они не лежат, но это 3-4 госпитализации в течение этого времени. По результатам, также данной литературы, можете обратить внимание, и вы все прекрасно знаете, что и цистоктомия, и органы, сохраняющие лечение, дают приблизительно одинаковые проценты пятилетней выживаемости. В основном наши пациенты это со стадии Т3, Т4, и при трехкомпонентном методе лечения до 47% пятилетней выживаемости. Частота рецидивирования также сопоставима. А вот сохранение сексуальной активности в случае лучевой терапии до 38% мужчины остается в сексуальной жизни. Так получается, что лучевые терапевты лечат больных, которых не лечили хирурги по разным обстоятельствам. И сложилось впечатление о том, что наши пациенты немного отличаются. Вот кто он, пациент, которому выполняется цистоктомия? Это житель города, как правило, крупного, где есть стомоцентр, где можно обратиться к психотерапевту при необходимости. Это более молодые пациенты, до 70 лет. У них отсутствуют выраженные сопутствующие заболевания. Это пациенты, у которых есть семья, и о нем есть кому заботиться, поскольку после операционном периоде нужен дополнительный уход. Это более образованный человек, который адекватно оценивает перспективы и прогнозы заболевания. И, что немаловажно, у пациента есть средства на приобретение необходимых лекарственных препаратов, сопутствующих средств. Как выглядят пациенты, которые получают лучевую терапию? Они несколько отличаются. Это тоже житель города, но чаще пригород, село и область. Возраст разный, но, опять же, старше 65 лет. И 70, и 75, и у меня максимально был пациент 26 года рождения. У них выраженная сопутствующая патология. Образование, как правило, среднее и начальное, и курят они, это послевоенные дети, с 6 лет, с 14. Семья в основном в виде жены, либо это один пациент, дети о них не заботятся, и живут они на пенсию. Поэтому лучевая терапия, как органы, сохраняющие лечение, у них более приемлема. Поскольку что делать им после цистоктомии, пациенты не очень понимают. На этом мое выступление закончилось.